Наташа, приветствую тебя сердечно. Приветствую, Хасай. Наташа, я прошу тебя, чтобы ты переводила для нас на английском языке, как ты хорошо умеешь делать. Спасибо, обязательно. Ну прямо сейчас, прямо и начинай тогда, вот как я говорю. Мы будем к мозговому штурму. И мы сегодня сделаем запись, подготовку к мозговому штурму. На мозговом штурме мы выберем вопрос, который волнует всех. И мы начнем вместе решать его все общими усилиями. И придем к какому-то консенсусу. В результате будет решение оптимальное. Поскольку у нас будет с тобой несколько встреч в подготовке к мозговому штурму, поэтому мы сегодня делаем часть. В этом месте я хочу сказать, откуда у нас берется в голове внутренний диалог. Постоянно. Я хочу сказать несколько слов. Этот диалог внутренний диалог, который мы имеем в голове. Где он приходит? У некоторых людей он настолько звучит внутри них, и он постоянно, как бетонная мешалка, мешает думать. Это внутренний диалог. Люди говорят, что они могут слышать этот диалог внутренний диалог. И это постоянно продолжается. И это не позволяет им думать проще. Например, человеку надо на чем-то сосредоточиться, чтобы решить какую-то проблему. Он никак не может, потому что унес его на мысли. Например, человек — существо социальное. Это причина внутреннего монолога и диалога. Это причина внутреннего монолога. Монолога — это когда он у него есть адрес, и с которым он обращается. Монолог — это когда он есть адрес, и кто он обращается. Например, я пишу кому-то письмо, отвечаю на его вопросы, и мой ум сосредоточен по адресу. Например, я пишу кому-то письмо, отвечаю на его вопросы, и мой ум сосредоточен по адресу. Например, я writing a letter to someone, I'm answering the questions that were... I was asked, and then I concentrate on this particular topic. А когда нет этого адреса, когда я не знаю, кому я говорю. А мне надо что-то говорить, и я мысленно, невольно, не знаю, к кому обращаюсь, вытягиваюсь как на цыпочках, потому что я не знаю, с кем я говорю, и пытаюсь угодить всем, и говорить понятно, адреса нет. Например, я пишу пост в интернете, и не знаю, кто будет его читать, поскольку я как человек существо социальное, я воображаю себе миллион разных людей. Я имею в виду миллион разных людей, и я немного не знаю, что я говорю. Мне хочется принести свою мысль до каждого, а все люди разные. Потому что нет определенного адреса. Потому что нет определенного адреса. И вот отсюда возникает перенапряжение. И потому что у нас есть хипотенция. У нас есть школа человек будущего, хомофутурус. Мы учимся в школе, которая называется «Меновый будущий», хомофутурус. Мы учимся различными способами снимать лишнее перенапряжение. И особенно... Что мы учим в школе, мы учим людям различные техники, как они могут избавиться этой хипотенцией. Они могут избавиться этой хипотенцией. Чтобы из состояния такого перенапряжения, из состояния стресса, когда нам трудно думать, трудно сосредоточиться на глазах. So that the person, from the condition when he is stressed, when it's difficult to think, when he is confused, he can transfer to the calm peace of mind. Да, но там не остается этот внутренний диалог. So this internal dialogue continues because a person is a social creature, a social entity. When a person is in a relaxed condition, in a relaxed state, this internal dialogue continues. And in the school, The Man of the Future, we even teach people how to remove even this internal dialogue, how to get rid of it. Чтобы выйти на состояние нуля. Because this helps a person to come to so-called zero level, zero condition. И тогда поставив себе какую-то задачу. In that condition, when you put yourself a certain task. И сняв этот внутренний диалог. After removing this internal dialogue. Мы позволяем своим бессознательным мозговым механизмам найти. We allow our unconscious mental mechanisms. И получается очень хорошо. To work and then the result is very good. То есть до мозгового штурма нам нужно научиться выходить на состояние нуля. А потом поставить себе эту общую задачу, которая интересует. So for this brainstorm, we need to teach ourselves to come to this zero condition. And then from that zero condition to move to the resolution of the task that we put for ourselves. На мозговом штурме мы объединенными усилиями определим, какую задачу себе поставить. So during this brainstorm, together all of us, we will decide which task we would like to resolve during this brainstorm. We will review this task from different angles a few times. Then we will use special key techniques to get ourselves into this zero condition. And this will allow us to come up with the necessary solutions. The solutions will be original, not standard, not common. We will talk about it in our next video clip. What it is, what is the essence, and how it is possible to achieve. I can say that using this brainstorm and this zero condition, it is possible to resolve such issues that previously were viewed as completely unresolvable. Very tough to decide and resolve. And plus it happens very quickly and it's a very exciting process. Thank you very much, Natasha. Until next time. And I will say hello to everyone and see you next time. Bye-bye. 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 Bye-bye.